Добрый день! Сегодня мы с вами на православном канале Экзекет продолжаем наши беседы, которые раскрывают для нас исторический контекст празднования, которое совершается Святой Церковью в пятую неделю, пятое воскресенье Святой Пасхи, Святой Пятидесятницы, неделю о Самарянке. И мы с вами разбираемся с тем, кто же такие самаряне, почему с ними общаются иудеи, какова была история вот этих сложных взаимоотношений и что же происходило со самарянами далее, после того, как Господь вот судьбоносно остановился тогда у этого колодца Иакова, у самарянского города Осихарь и вступил в беседу с женой Самарянкой. Ну, как мы знаем, для Господа нашего Спасителя не существовало каких-то таких вот разделений. Для него все люди были детьми Божьими, и хотя, конечно, в первую очередь, как иногда он говорил, он пришел к сыновьям народа израильского, иудейского, тем не менее, в действительности, конечно, он был выше всех вот этих каких-то этнических разделений, как он продолжает находиться превыше их и по сию пору. Поэтому Господь зачастую произносит такие совершенно провокационные какие-то притчи, ну, в частности, произносит известную притчу о добром самарянине, да, который приходит на помощь впадшему в разбойники после того, как его беду совершенно игнорируют и священник, и левит, которые встречаются ему на пути, и этим показывает, что самарянин тоже может являться ближним иудею, и как и любому другому человеку, поэтому он беседует на пути с самарянкой у кого-то, поэтому исцеляет прокаженного самарянина в числе других десяти прокаженных, и только один, этот единственный самарянин оказывается благодарным ему и возвращается, в то время, как остальные девять, видимо, боясь того отвержения, которое может последовать для них со стороны иудейских священников, вот единственный этот самарянин возвращается для того, чтобы воздать славу Богу, а те девять, они, в общем-то, как бы не приносят этого благодарения. И так, и Господь подчеркивает этот факт, только иноплеменник сей, говорит, он вернулся, чтобы воздать славу Богу. И вот здесь понятно совершенно, что и проповедь христианства, она не могла обойти с собой самарию, самарию, и самария в том числе принесла свой такой урожай святых. Ну, в первую очередь, конечно, речь может идти здесь о самой святой вот этой жене самарянке. Из церковного предания, из церковной истории мы знаем, что она действительно не просто так была избрана спасителем, и несмотря на свою такую греховную жизнь, жизнь, она действительно сподобилась беседе со спасителем, и сподобилась того, чтобы полностью свою жизнь переменить. Эта беседа привела к тому, что и прочие жители города Сихарь с охотой и по собственному уже убеждению приняли Христа, который оставался у них три дня, и они свидетельствовали о том, что это действительно подлинный настоящий мессия, которого все ожидают. Ну, в дальнейшем проповедь в Самарии, как мы знаем, совершалась в особенности после гонения, которым подверглась Иерусалимская церковь, одного из первых гонений, которое на нее обрушилось в связи с побиением камнями первомущника Стефана, в связи с казнью апостола Иакова Зеведеева, и после этого апостола Иоанна, апостол Петр проходит с проповедью Самарию, там же проповедует святой апостол Филипп, один из семи диаконов, и, безусловно, эта проповедь приносит свои плоды. Что же касается жены Самарянки, то, как мы знаем, имя ее, согласно церковным святцам, было Фатиния. Ну, как и многие тогдашние жители святой земли, которые подверглись за столетия совместного проживания с греками такому значительному воздействию эллинской культуры, самаряне, подобно и иудеям, очень часто принимали вот эти греческие имена. Ну, собственно, даже вот в прошлой беседе мы рассказывали об Александре Македонском, который таким чудесным знаменем был остановлен от того, чтобы преднести вред Иерусалиму и всему еврейскому народу. Так вот, в благодарность за это евреи пообещали Александру Македонскому, что в течение целого поколения будут своих первенцев называть именем Александра в его честь. Это было таким выражением их благодарности. Вот уже оттуда, уже с тех времен пошла вот эта традиция, когда иудеи пользовались не только своими природными именами, но и брали имена греческие. Действительно, имя Александра до сих пор одно из таких традиционных, очень распространенных в еврейской среде. Его даже носил один из блистательных, таких достаточно эффективных царей династии Хасманеев Александр Яннай, известных своими завоеваниями, походами и много сделавших для укрепления независимости Хасманеевского царства. Наверное, правда, один из последних таких действительно блистательных и таких боевитых царей Хасманеевской державы. Ну и поэтому неудивительно, что и другие также народы, жившие на Святой Земле, охотно принимали греческие имена вместе с греческой культурой. Поэтому Самарянку звали Фатинией. Ее сестры, надо сказать, тоже носили имена такие, в общем-то, греческие, то есть одну из них звали Пороскева, другую Кириакия, и третью звали Фото, то есть просто Свет. А ее сыновья известны нам под именами Виктора и Иосии. Одно из этих имен еврейское, другое вообще, собственно говоря, латинское. И вот это большое семейство полностью целиком приняло христианство. Оба сына Самарянки сделались видными воинами, военачальниками. Один из них воевал в Крафагене в Северной Африке и Иосии, другой был сделан римскими императорами, правителем как раз-таки Галилеи, с непосредственным указанием, чтобы он в Галилее истреблял христианство, которое там начало распространяться. Но сам, будучи христианином, воспитанным в христианстве своей матерью, этот святой мученик, наоборот, всячески оказывал христианам и христианство покровительство и в Самарии, и в Галилее, и везде, куда распространялась его власть. За это оба сына Самарянки, после того, как стало известно, что они исповедуют христианство, были подвергнуты пыткам, и отрубили руки, бросили в тягницу. Сама Фатиния Самарянка со своими сестрами пострадала во время царствования императора Нерона за то же мужественное исповедание веры. Ее очень тяжело пытали, мучили, но при этом она не отреклась от Христа, которого узнала тогда, в тот судьбоносный день, когда Господь у кого-то всякого попросил ее напиться воды. И вот это исповедание, эта любовь ко Христу, она мужественно пронесла до самой своей мученической кончины, ее пытали самыми многообразными способами, сдирали с нее кожу, бросали ее в холодец, в яму, полную ядовитыми змеями. Но Господь являлся и укреплял ее, и так совершив свое мученическое исповедание, свой мученический подвиг, царствование императора Нерона, известного тирана Римской империи, она вошла со всей своей семьей и с множеством обращенных ею ко Христу самарян и римлян, которые были свидетелями ее мученических подвигов и кончины, она вошла в небесное царство и Господа нашего Иисуса Христа. Ну, надо сказать, что это не единственный плод святости, который принесла самарянская страна Христу. Одним из таких-то уже знаменитых уроженцев самарей, который, правда, по всей вероятности, не был самарянином происхождению, являлся святой мученик Иустин Философ, знаменитый апологет, один из первых апологетов, то есть защитников Церкви Христовой. Очень примечательная и интересная его жизнь. Он родился около сотого года по Рождестве Христовом в городе, который назывался теперь Флавианнеаполис. Это город, который возник на месте частично разрушенного римскими войсками в ходе Первой Иудейской войны 70-го года. Это все того же города Сихем или Шхем древнего города, рядом с которым как раз-таки находился колодец Акова. Ну, а сейчас этот колодец Акова, собственно, и уже находится в пределах современного наблуса, как теперь называется этот город во времена Иустина Философа, называвшейся Флавианнеаполис в честь императора Виспасиана. После 70-го года туда прибыли римские колонисты, в числе которых были дед и отец Иустина, и они превратили древний Сихем, Шхем во вполне такой процветающий, построенный по всем правилам римской архитектуры город, в котором были без сомнения и бани, и ипподромы, и театры. Было множество философских школ, на которые как раз-таки и обратил свое внимание юный Устин, впоследствии прозванный философом, поскольку он обучался в разных философских школах, существовавших в его родном городе. Он учился у философа Стоика и у философа Платоника, общался с школой пифагорейцев, но везде его что-то не устраивало, он чувствовал, что чего-то не хватает во всех этих философских учениях, не хватает его бессмертной душе, его бессмертному духу, пока, наконец, встретившийся ему сирийский христианин, старец, не наставил его на изучение Ветхого и Нового Заветов, на изучение Слова Божия. И вот здесь Устин обрел действительно полноту того знания, к которому стремился. Он создает собственную философскую школу, получает право в ношении красного плаща, которое отличало тех, кто получил официальное философское образование, и с этим красным плащом его до сих пор изображают на тех иконах, на которых пишут этого святого мученика. Красный плащ философа был таким внешним признаком, который позволял его оплодателю вступать в философские диспуты. Ну, поскольку уже древним римлянам и древним грекам было совершенно очевидно, что один дурак может за пять минут столько вопросов, что сто мудрецов не ответят за десять лет. Поэтому, в общем, участие в таких дискуссиях, оно ограничивалось, ну, действительно людьми подготовленными, теми, кто мог задавать разумные вопросы для того, чтобы получать на них разумные ответы. И вот Иустин-философ во всеоружии своего философского образования начинает излагать истины православной христианской веры, в том числе составляя две апологии, то есть защитные речи, книги, написанные в защиту христианства, одну из которых преподносят императору Антонину Пию. И также очень известен знаменит его дошедший до нас труд «Диалог с Трифоном иудеем», в котором Иустин-философ вступает в прение с тогдашними лидерами, духовными лидерами иудеев и также опровергает на основании уже сформированного христианского учения ту неправоту, которую замечает в трактовках лидеров появившегося тогда, уже формировавшегося тогда современного иудаизма, в которых они отступали от истинно ветхозаветных писаний и от истинно воплощенного Слова Божия. Вторую свою апологию Иустин-философ около 65-го года подает императору Марку Аврелию, который, несмотря на то, что сам был философ, он относился к школе стоиков, он не оценил философские дрова Иустин-философ, а, может быть, наоборот, как раз-таки оценил их опасность для греческо-языческой философии, и святой Иустин-философ получил вторую часть своего прозвания, с которым мы теперь его почитаем в лике святых Иустин-философ и мученик. Это, так сказать, еще один из тех великих уроженцев земли самарийской, которые также принесли себя на алтарь исповедания истины Христовой. Но, к сожалению, далеко не все уроженцы самарянского народа последовали примеру своих святых сродников, обратившихся ко Христу. К сожалению, для большинства из самарян, те, кто приняли христианство, сделали сезгоями. И на святой земле образовался еще один, подобно иудеям, такой враждебно относившийся ко всем прочим народ, такой достаточно замкнутый народ вот этих самых самарян. И надо сказать, что самаряне внесли свой вклад в очень многие такие смуты, которые посещали святую землю на протяжении ее долгой и бурной истории. Внесли они свой вклад и в те волнения, которые возникли в столице тогдашней Палестины, Кесарии, и также привели, в общем-то, к событиям Первой иудейской войны, Первого иудейского восстания, возмущения. Точно так же, конечно, продолжалось их противоборство с иудеями, поскольку, в общем, как уже говорилось, самаряне заняли вот ту нишу, которую традиционно занимали иудеи. Во-первых, они занимались ростовщичеством, они давали деньги в рост, они собирали большие капиталы, которые первоначально были накоплены их успехами в сельском хозяйстве. Ну, а также они занимались такими тоже традиционно, вот, в общем-то, традиционно иудейскими на тот момент занятиями, как знахарство и астрология. Это тоже были те, так сказать, своего рода профессии, которыми традиционно занималось иудейское население Палестины. То есть, самаряне выступали для иудеев такими, в общем-то, конкурентами во всех тех направлениях, во всех тех экономических отраслях, которые иудеи тоже традиционно занимали. Надо сказать, что долгое время вообще во всех ростовщических конторах на таком вот как бы жаргоне писарин, который служил у ростовщика, называли самарянином, что подчеркивает то, насколько далеко сохранялась вот эта вот память об участии самарян в этом ростовщическом бизнесе. Ну, надо сказать, что успехи их были на этом поприще настолько велики, что самаряне, конечно, были одной из самых влиятельных вообще народностей во всей империи, благодаря тем сокровищам, которые успели собрать. Так, например, из истории известен Вальнат Пущник, то есть, бывший раб самарянин Фау, который вот так совершенно запросто судил не кого-нибудь, а Ирода Антипу, с суммой в миллион сестерцев. Это сейчас, наверное, нашим слушателям даже сложно было бы представить, какого вообще порядка эта сумма. Фактически, это бюджет целого государства, которые, в общем-то, явно не последние деньги, которые вольно отпущенник Фау вот так вот запросто дает взаймы царствующей, особе четвертовластнику Палестины, да, провинции Рима. И это был не единичный пример вот такого чрезвычайного богатства, которое скопилось в руках самарян. Благодаря этому богатству они, конечно, ну, чувствовали себя зачастую абсолютно безнаказанными, что приводило к тому, что сморяне нередко нарушали законы империи, сначала римской, потом византийской, ну, а впоследствии даже подняли два очень таких значительных мятежа в 484 году и в 529 году. Последний был вообще невероятно страшен. Они избрали себе некоего царя даже, Иулиана, который возглавил армию самарян. На несколько лет вообще вся Палестина была просто парализована. Не работала имперская почта, не собирались налоги. По дорогам невозможно было двигаться. Банды самарян грабили, так сказать, целые города и вступали в противоборство с регулярной императорской византийской армией. Но самое интересное, что все это самарянам сходило с рук. Благодаря тому, что одним из ближайших царедворцев императора Юстиниана Великого, который спонсировал его постоянно, то есть выделял ему большие суммы денег, был самарянин Арсений. И этот Арсений умудрялся закрывать глаза императора на все происходившее. И даже когда военный правитель в зону, так сказать, ответственности, которого входила Палестина, собрал такие имперские войска, вступил в сражение с самарянами, с 20-тысячной самарянской армией, нанес ей решительное поражение, обезглавил самозваного царя палестинского Юлиана, его голову отправил Устиниану, Арсений умудрился представить все дело так, как будто в этом мятеже, в этом восстании были виноваты сами христиане. И вот эту страшную для христиан ситуацию, когда император Юстиниан, поверив той сладкой клевете Иужии Арсения, который тут постоянно влагал в царственные уши, он всю тяготу восстановления произведенных войной и разрушений возложил на палестинских христиан. Поэтому Иерусалимский патриарх был вынужден умолять с другими архиереями преподобного Савву Освященного, знаменитого подвижника Палестины, основателя Лавры одноименной. Савва Освященного уже, в общем-то, практически 90-летнего старца умолял его отправиться в Константинополь и донести правду до царя. Святой Савва отправляется к императору Юстиниану. И хотя сначала его изгоняют, когда он приходит ко двору императора, поскольку принимают за нищего, но, тем не менее, его авторитет был настолько высок, духовный, что император принимает его, полностью становится на его сторону. Арсению приходится бежать, бросив все свои несметные сокровища. Император освобождает христиан. От всех тех репрессий, в том числе финансовых, которые он на них возложил, и обязательств восстанавливать разрушенную инфраструктуру Палестины. И, наоборот, обрушивать свой гнев на самарян. Вот это была величайшая, одна из последних заслуг прижизненных святого Саввы перед столь любимой им Палестиной, для которой он столько принес духовных благодеяний. Но, надо сказать, что это была не единственная мера, которую принял император Юстиниан. И это был целый ряд вот таких вот убийственных для самарян, на самом деле, шагов. Следующим своим указом, постановлением, Юстиниан бьют по самому больному месту вообще существования всего самарянского общества. Он запрещает самарянам передавать свои капиталы по наследству. Это был, конечно, шаг столь же грандиозный, сколько и убийственный. Капиталы разрешалось передавать по наследству только тем самарянам, которые принимали христианство. И вот, конечно, для самарян это было полнейшим таким крахом. Часть из них притворно принимает христианство, часть вынуждена, становясь христианами, затем, так сказать, уже в последующих поколениях, становится христианами вполне искренне и добровольно. Значительная часть самарян бежит в соседнюю Персию и, надо сказать, оттуда продолжает благодаря своим капиталам свою такую антиимперскую, антихристианскую деятельность. В частности, спонсирует страшный, совершенно завоевательный поход персинского императора Хазроя I Парвиза, который в 613 году со своей армией вторгается в пределы Святой Земли. И делает он это во многом под силой убеждения самарян, и не впоследствии, в очередь, конечно, благодаря тем капиталам, которыми они финансируют его армию и вообще вот это, так сказать, завоевательское его начинание. Последствия для Святой Земли, конечно, этого похода были страшными, просто невероятными. И христиане были подвергнуты, ну, самой бесчеловечной резне, вырезались в монастыри, храмы, в книге Антиоха Стратига, монаха Лавры Святого Саввы, в которой он написывает «Разорение Иерусалима», перечисляются просто тысячи трупов, которые находят вернувшиеся после ухода персов на свои прежние пепелища, места христиане. Он просто вот описывает, что в таком-то храме, в таком-то монастыре мы нашли такое-то количество, и там тысячи и сотни трупов христиан, которые искали в церквях убежище, были уничтожены. Надо сказать, что в большинстве своем ответственность за эту резьмию лежит совершенно не на персах. Персы в основном воевали с регулярной армией и занимались, так сказать, тем, что им повелевали их военачальники. А вот резнюю христиан уничтожением монастырей и храмов занимались в первую очередь добровольческие отряды евреев и самарян, которые сопровождали вот это вторжение. И вот они-то как раз-таки отличились особенной жестокостью, ненавистью, столь великой, что когда игумен монастыря Святого Савва вернулся в разоренную обитель и нашел там тех... те несколько десятков иноков, которые не пожелали бежать вместе с ним на берега Красного моря в Эйлад, нашел их убитыми самарянско-еврейскими вот этими бандами, он просто упал в обморок от того зрелища, которая перед ним предстала от вот этих замученных, растерзанных трупов, которые выстилали с собой двор монастыря Святого Савва. Вот, так сказать, таким, наверное, последним аккордом завершили свою горестную историю самаряне на Святой Земле, но в дальнейшем они постепенно исчезают, сходят с исторической сцены. Их святилище на горе Горизим оказывается целиком полностью разрушено императором Истиняном, и на его месте он строит великолепный храм в честь Пресвятой Владычицы Богородицы. Храм этот, как и многие храмы, которые строил Истинян, имел такую своеобразную восьмиугольную октагональную форму, возвышался над этой и так очень высокой горою, и, в общем, производил такое очень большое впечатление на всех тех, кто посещал эти места, тем более к нему была сделана такая специальная лестница, тоже очень красивая, которая вела на вершину, и храм этот простоял по некоторым свидетельствам вплоть до середины IX века, еще около 850 года, последние очевидцы упоминают о том, что этот храм, хотя и, конечно, уже далеко не в прежнем великолепии, хоть его, так сказать, остатки, но еще стояли на вершине горы Горизим. Сейчас остатки фундамента этого храма раскопан, ну и хотя бы по фундаменту, по сохранившимся блокам этого храма, по его размеру и местоположению можно судить отчасти о том, сколь великолепно было это строение архитектурного императорского гения Юстиниана Великого, который, в общем, прославил свое имя строительством храмов во многих таких значимых местах вообще в пределах всей своей империи. Но, надо сказать, что мусульманское завоевание тоже не принесло самарянам большого облегчения, подобно другим малым народам, которые населяли с собой землю обетованную, Палестину, поскольку Магомед, ну, конечно, тоже в силу, конечно, не то чтобы большой своей образованности, он поместил в Коран одно из таких, безусловно, анахронических повествований о том, что именно самарянин был тем, кто искушал еврейский народ в то время, когда Моисей находился на горе и получал заповеди Божии на то, чтобы этот народ отступил от Бога истинного и поклонился золотому тельцу. Вот как раз-таки вина в этом злодеянии Магомедом была возложена на самарянина, так что обличающий его в этом кораническом сказании Моисей говорит, что каждый будет плевать тебе вслед отныне. Ну, понятно, что никаких самаряда на время жизни Моисея, его деятельности еще, так сказать, не было и в проекте, и в помине, но, тем не менее, вот это кораническое предание, оно, в общем, служило дурную службу остаткам самарян, так что действительно всякий плевал им вслед, и они находились в таком достаточно утесняемом состоянии, тем более лишившись еще при христианах такой основы своего экономического могущества, они достаточно быстро в течение последующих веков вырождаются, превращаются во все более такое, ну, угнетаемое и малозначимое меньшинство, пытаясь сохранять свои традиции, свои обряды. Так что, наконец, им приходится переселиться из Наблуса, где сохранялась их последняя община, на вершину горы Горизим, где неподалеку от своего древнего святилища, от которого осталась просто такая, так сказать, плешь на скале, они поселились в селении, которое до сих пор сейчас называется Кирият-Луза, и здесь продолжает вот сохраняться одна из вот этих последних самарянских общин. Еще одна небольшая самарянская община поселилась на побережье Средиземного моря, в городочке Халон, где она занимает отдельный такой район, ну, и всего, судя по всему, самарян осталось не более двух с половиной тысяч вообще на всей земле. Ну, довольно любопытно, кстати говоря, посетить вот эту Кирият-Лузу, в особенности в пятницу вечером или в субботний день, который они проводят в покое. Надо сказать, что с 1954 года самаряне были признаны такой отдельной ветвью иудаизма и, в общем-то, приняты в общении с официальными иудейскими организациями, тоже, так сказать, как такие хранители иудейского наследия. В Кирият-Лузе есть небольшой, но весьма любопытный музей, а в пятницу вечером и субботу можно застать гуляющими по улицам города самарян. Это такое живописное довольно зрелище. Надо сказать, что при этом женщины там весьма такой имеют скромный вид, а вот мужчины наряжаются просто как такие павлины. Ходят в таких красивых белых рубашках, в ярких цветастых таких челмах, а их священники носят еще и такие вот очень яркие, красивые, вышитые одеяния. В общем, очень такое живописное зрелище для тех, кто имеет возможность эту самую Кирият-Лузу на горе Горизим посетить. Но сейчас они не столь, конечно, инклюзивные, вынуждены брать себе в жены и представительства других народов. Надо сказать, что среди самарянских жен оказалось несколько тех, кто были уроженками России изначально. По их рассказам, такое вот отношение к женщине своеобразное у самарян сохранилось до сих пор. Так что, например, во время месячных женщину не просто там как-то отделяют от общения с семьей, но даже вообще сажают ее в отдельный сарайчик и через особое окошко, но все время ее вот этой естественной женской нечистоты передают ей пищу так, чтобы с ней не соприкоснуться. Настолько строго соблюдают вот эти постановления о ритуальной чистоте и нечистоте. Но это такие вот особенности жизни современных самарян. У них, кстати говоря, сохранились одни из древнейших списков Торы, пятикнижий, которые написаны еще на вот действительно таком очень древнем архаичном языке, которым самаряне пользуются отдельно до сих пор. Вот, так сказать, та история, которую мы с вами обозрели, последующая история самарян с и проявлениями святостей, и проявлениями, так сказать, того разрушительного начала, которое тоже, к сожалению, в общем-то, выразилось через этот небольшой, но некогда очень могущественный народ. И, так сказать, мы вот с вами сегодня в каком-то смысле подвели, может быть, некий такой итог истории самарянского народа и той его части, которая приняла наследие Христа, наследие его беседы с самарянкой, и той части, которая, к сожалению, от этого наследия отверглась в своей исторической судьбе и жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok